Всем привет! Вчера перед сном я записал видеоролик Но поскольку было уже поздно И я подустал Я многое в нем не дорассказал То есть и в этом видео я хочу прояснить некоторые вещи А то получилось немного там непонятно И вообще я расскажу Своё мнение Оно может быть и неправильным Смотри сам Применять это на практике или нет Ну и тема этого видеоролика Где искать девушку И вообще как понять, что это твоё Вообще многие мужчины Они знаешь, как ищут себе девчонок Допустим Происходит всё хладнокровно То есть они смотрят на семью То есть чтобы была там полная семья Не было там никаких татуировок И к примеру Была она спокойная И это нормально То есть мужчина хочет Чтобы дома было всё тихо и спокойно Чтоб она на него там не наглела Там как-то вела себя тихо Не привлекала внимания Но Что может быть в этом случае Вот я смотрю на пары Я могу ошибаться, ребят Но вот я смотрю там Под пятьдесят Ну я так, навскидку Я не знаю там В принципе, может быть они старше Может быть младше И что между ними происходит Я смотрю на людей Идёт там мужчина впереди И где-то там метр в десяти Женщина То есть они друг к другу уже отвратительны То есть вот когда Безусловно, может быть Что такого не будет То есть это не у всех Как бы в каждой избушке Свои погремушки Есть такое выражение То есть каждая семья Это отдельный там скажем Храм, назовём это так И может быть такое Но может быть и наоборот Но мои предположения Что вот это всё происходит Именно Когда вот так вот Хладнокровно Происходит поиск партнёра И вот важный момент Если тебе нужна именно такая девушка То тогда тебе соответственно Придётся Обращать на какие-то внешние факторы То есть там не будет Каких-то ярких волос Пирсинга Ещё чего-то То есть вот это нужно понимать Потому что изначально Некоторые люди Они лезут туда Сами не понимая куда Что их ждёт Поэтому если вот то Что я тебе сказал ранее Тебе нужна именно спокойная Девушка То вот тебе вариант Какую тебе нужно искать соответственно И на каких девушек Тебе нужно обращать внимание Но Вот я склонен к тому Что Ну должно что-то возникнуть Вот по себе я понял Если я смотрю на человека Я улыбаюсь И у меня есть Дикое желание этого человека Оберегать То я понимаю Что это моё Потому что все отношения Когда Они начинаются Как-то хладнокровно То есть нет каких-то эмоций То Они потом И сходятся Вот так же Как-то Хоп И вас нет Вы разошли И Ещё хочу рассказать О людях Опять же Это я так Вижу Там где Были какие-то Какая-то вот Знаешь Искра пролетела Вот на таких людей Вот я смотрю Мне кажется Почему-то вот Именно у них Так и было Вот там Идёшь с собакой Там в 4 утра И вот у нас тут Коттеджи стоят И часто я там Вижу знакомых Там здрасте Здрасте И вот я вижу Пара гуляет уже в возрасте И они не идут Друг от друга Вдалеке Они выгуливают Собаку Вдвоём То есть на позитиве Там либо Летом Идёшь Куда-нибудь там Либо в город Собираешься поехать И они на великах Выезжают Там нет У нас тут есть Тема короче Такая 9 километр Называется Там Скеттеры короче Все гоняют И вот Они едут туда На великах покататься И вот так вот Двигаются вместе То есть Вот я пришёл К такому выводу Моё мнение Таково Что Девушка Чтобы отношения Были какими-то крепкими Долгими Это первое Она должна вызывать Эмоции Второе Ты её должен Хотеть оберегать И защищать Прямо вот реально Не так как Как некоторые Там Вот Могут Подумать Что ну да Если что Я там Заступлюсь Нет Прямо именно Дикое желание Должно быть И третий вариант Это знаешь Как в этом Фильм Сейчас скажу Это комедия Чёрная Я забыл Как этого Чела зовут Он Дом с паранормальными Явлениями Вот Он этот Пародия Вот И к нему Типа девушка Переехала Он всё там На камеру Снимал И они сидят Едят И он ей говорит Теперь тебе Нечего бояться Я рядом И буду тебя Всегда защищать И они едят И он отворачивает Такая Небольшая пауза Но есть Пушкой Ты уж как-нибудь Сама Вот То есть Такого быть Не должно Ну Соответственно Первый вариант Я тебе сказал Как тебе надо Смотреть На что Смотреть Второй вариант Это Тут уже Сердцу не прикажешь То есть Тут как бы Всё будет происходить Как будет происходить Но я всегда Говорю за второй вариант Буду топить Постоянно И всем это буду советовать Потому что То что я вокруг Вижу Люди Как ходят Те Пары Где есть Какая-то страсть Эмоции Вот они Как-то вместе Чувствуют себя комфортно Даже уже в старости Ну и конечно же Нельзя Вестись на то Что тебе говорят Другие То есть Ты как бы Даже меня слушаешь Но ты Как бы Включай голову То есть Как бы Ты прислушайся Смотри С других блогеров Что они говорят Но ты всё За чистую монету Не воспринимай Потому что Даже я Или другой блогер Он не ты Жизнь твоя И тебе Жить с человеком Потому что Большинство Наслушается Потом начинает Применять Это как Я от одного блогера Слышал Он учит Ютуберов Говорит Вот вы встретились С девушкой И сразу Осади её Ребят Я вам скажу Что Я недавно Свою знакомую Видел Мы с ней не видели Знаете сколько Я не знаю Лет наверное Сколько у меня собак И столько я не видел Может лет 7 И Иду Она Я очень изменился То есть Я могу пройтись С человеком Сейчас И они меня не узнают То есть Я прохожу Вот так вот Прямо проходим Вот как с камерой И они меня не узнают Особенно еще Когда была прическа Сейчас Когда дел Ну Видели Просто назад Еще борода Усы Типа Откучены Они меня вообще не узнают И она едет А я вижу Что-то лицо знакомое Я смотрю Она не она Я просто на нее В упор смотрю И она на меня так смотрит Типа она собралась Со мной драться Ну Понятное дело Никуда не стало Выходить из машины Ну вот Поэтому имейте ввиду Вы когда слушаете кого-то Вы там Может сейчас кого-то прикольного Нашли себе там Девчонку Наслушались там Да Да осадите ее Чтоб она не борзела Начнете осаживать Она вас сама осадит Так что Ты Слушай как бы Свою интуицию Что она тебе говорит И действие Вообще интуиция Это наше все Вот реально Ну и логика конечно То есть интуиция Я уже Пришел к тому Что действительно Это рабочая Тема И стоит к ней прислушиваться Потому что лучше тебя Никто не сделает выбор Вот так Такое вот видео Я даже согрелся Несмотря На мороз Ладно ребята Всем пока И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok